МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Неделя власти». Меня зовут Николай Мельяченко. Как известно, иерархия власти состоит из нескольких ветвей, одна из которых судебная. И сегодня наш гость-представитель именно судебной власти, прокурор Гронинской области Виктор Морозов. Виктор Николаевич, мы с вами встречаемся накануне такой печальной юбилейной даты 30-летия Чернобыльской трагедии. Ну и, собственно, вы отмечаете в ближайшее время похожую дату 30 лет прокуратуре. Вот такое совпадение. Вы и начинали в тех местах, то можно ли вспомнить то время и вот эту атмосферу, которая царила тогда? Действительно, 26 апреля далекого, теперь уже 1986 года, я проживал на своей родине, в городе Речице Гомельской области. Действительно, в этот день, что называется, радионуклиды падали нам на голову, местным жителям. Мы это прочувствовали, попали в зону периодического контроля. И если сегодня с правой точки зрения оценивать ситуацию, да, конечно, высшее руководство в Москве, дабы не было паники и так далее, успокаивали людей. Но сегодня стоит, наверное, спросить и тех санитарных врачей, и тех работников гражданской обороны, должностные обязанности, которых входят в осуществление радиометрического контроля, радиологического контроля. Вот почему они тогда, наших граждан, не предупредили, что пить молоко нельзя, что надо пить йодосодержащие жидкости, чтобы сохранить щитовидку. И, ну, вот такими мерами предосторожности пользоваться. Паника была? Паники особенно не было, потому что, я еще раз говорю, в зоне периодического контроля. А вот хойники, брагин, наровля, конечно, мои соседи, которые вывозили этих людей, мои соседи, которые работники милиции, обеспечивали охрану общественного порядка, они все это увидели, эвакуацию. Это трагедия нашего белорусского народа. Поэтому мы сегодня и по прошествии 30 лет говорим об этом с болью. Были люди, конечно, которые, ну, боясь вот той обстановки, тогда уехали в другие края, где нет радиации. Вот. Но мы, как патриоты своей страны, остались работать на той земле, которая нам Богом дана. И в том же 1986 году я поступил на службу в органы прокуратуры, где и тружусь уже вот 30 лет. Поэтому тема надзор за исполнением законодательства, значит, по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, как в Гомеле, так и в Гродно, она продолжает быть актуальной. Вы знаете, что Дятловский, Новогрудский, Ивьевский и частично Лидский район, у нас также пострадали от аварии. Есть места, где зона периодического контроля. И в этом году мы решили проверить, а не усыпилась ли бдительность наших санитарных служб, радиологических служб, по контролю за производством продуктов питания в этих районах. И со всей ответственностью могу сказать, что сегодня и молоко, которое производится в этих хозяйствах, расположенных на территории этих районов, и мясо, они соответствуют предъявляемым требованиям, за исключением дикорастущих грибов и ягод, которые наше население в отдельных участках этих районов собирает и иногда не подвергает их контроль. Игорь Николаевич, но, как правило, сложные ситуации, какие-то экономические и прочие, они дают почву для разгула преступности, вот уж 30 лет, допустим, назад, в Гомельской области, после Чернобыля. Наверняка много моментов мародерства и прочего, прочего. Как раз-таки случаев массовых, вот таких разграблений, воровства, вывоза радиационно зараженной техники и других материалов массового такого не было. Были отдельные случаи, поскольку были учреждены подразделения, которые охраняли зону отчуждения с числа сотрудников МЧС и органов внутренних дел. Все это контролировалось, и я бы не связывал рост преступности того времени и сейчас. В каждом времени есть какая-то объективная причина. Но еще раз говорю, благодаря тем усилиям, в том числе правоохранительным органам, порядок и безопасность людей на этих территориях соблюдался. Ну вот принципы работы прокуратуры вы же еще застали в советское время и сейчас коренным образом каким-то поменялись или лучше взятое из того времени? Республика Беларусь как раз-таки последовательно проводит и нормотворческую деятельность, и структуру правоохранительных органов. Мы перенялись в советское время. Советская правоохранительная система, она, ну, скажем так, годами выстраивалась, и идти на какие-то революционные меры в этом плане не стоило, и мы как раз-таки правоприемники той советской системы. Система правосудия у нас на противовесах жиждется. Если, допустим, сегодня следователь пришел за санкцией к прокурору на взятие под стражу лица обвиняемого в том или ином преступлении, то лицо, которое подвергнуто аресту, оно может обжаловать решение следователя и прокурора в суд, и суд решает, законно мы такую избрали меру пресечения или незаконно. Поэтому наша система, я считаю, довольно демократична. Она жиждется на вот этих принципах, презумпции невиновности и других принципах правосудия. Все равно суд у нас остается, система еще и из Советского Союза, в отличие от, допустим, европейских или американских ряд граждан, которые находятся в суде, как мы их называем, они принимают решение, виновен или невиновен. Вот мы к этому далеки от этого. Действительно, на той же Украине и в России сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу избирает суд. Но, опять же, суд таким образом предваряет, что ли, уже обвинительный приговор. Он уже связан с собственным решением. В данном случае, когда на предварительном следствии меры пресечения избирается следователем и прокурором, я еще раз говорю, у гражданина всегда есть возможность обжаловать принятое нами решение в суд. И суд решает, законно это сделали мы или незаконно. Вот такая правовая традиция в нашем государстве. Я считаю, она сегодня взвешена и дает эффект. Вы всю свою, в общем-то, профессиональную жизнь практически отработали в Гомельской области. Вот последние 8 лет в Гродненской области. А вот когда вы сюда пришли, был ли какой-то момент дискомфорта? Это отличается в этом плане Гомельская область от Гродненской. В правовом плане, в плане работы правоохранительных органов я разницы не почувствовал, поскольку я уже к тому времени достаточно большой стаж прошел в органах прокуратуры. И до этого работал 5 лет заместителем прокурора Гомельской области. Поэтому все навыки нашей работы я знал. Но в Гродно я с удовлетворением хочу отметить, что уровень подготовки прокурорских работников немножко был выше, чем в Гомеле. И особенно это касается областного аппарата. Потому что наш юридический факультет, который уже 30 лет существует, за это время уже достаточно набрались опыта подготовки кадров и для прокуратуры, и для других органов. Поэтому я думаю, и выпускники юридического факультета Гродненского университета, который сегодня составляет костяк прокуратуры Гродненской области, это результат вот и тех теоретических знаний, которые дает ВУЗ, ну и той практической подготовки, которую получают наши сотрудники на местах. То есть сегодня та молодежь, которая к вам приходит, она достаточно подготовлена, и вы довольны как? У нас есть опыт сотрудничества с юридическим факультетом Гродненского государственного университета. Мы последние годы и заключили договор на этот счет о практической составляющей в учебном процессе. Практика ориентирована обучением. Мы призываем, чтобы сегодня доводилось сегодня до студентов, дабы они, ну, процентов на 80-90, приходя в наши ряды, уже были подготовленными специалистами. Поэтому я хочу поблагодарить наш университет за то отношение к нам, к работодателям по подготовке студентов и по качеству образования. Ну, в наших кругах расценивают Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, второй по подготовке юридических кадров после БГУ. А мы знаем, что раньше были такие объявления, что с Гродненского университета, с юрфака. Это были раньше. Я могу непредвзято об этом сказать, поскольку в свое время я закончил Харьковский юридический институт. Вот теперь она называется Украинская юридическая академия имени Ярослава Мудрого. Поэтому я могу непредвзято оценить качество подготовки выпускников БГУ и Гродненского государственного университета. Вот регионально по видам преступлений, вот все-таки Гродненская область, она отличалась. Вот вы приехали от Гомельской. Скажем, у нас же приграничье, Польша рядом. Безусловно. Безусловно. Вот вы сами на свои вопросы отвечаете. Конечно, сказывается и менталитет людей. Там люди где-то попроще, там люди где-то легко поддаются на те соблазны, криминальные соблазны, которые людей окружают, особенно тех людей, которые выпивают спиртное, особенно тех людей, которые нигде не работают. В этом плане Гродненщина отличается в лучшую сторону. Но здесь другие вопросы, вы правильно сказали, связанные с контрабандой. Сегодня акцент в работе таможни и других правоохранительных органов. Это контрабанда сигарет, это контрабанда наркотиков. Как в ту сторону, так и в эту сторону. Поэтому мы отдаем себе отчет, что часть трудоспособного населения Гродненской области, она именно и занимается теневым бизнесом за счет поездок в сопредельное государство и перепродажа этих товаров, которые они привозят у нас. Поэтому сегодня усилия наших налоговых органов, они направлены на то, чтобы легализовать тот бизнес, теневой бизнес, которым занимается определенная часть нашего населения. Хотя бы эти люди зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, в сфере требований и декрета о борьбе с тунеядством, как в народе говорят. Поэтому главная задача не репрессивные меры принять, а легализовать тот бизнес, которым граждане занимаются и за счет которого они живут. Но как-то уже работает этот указ, я имею в виду о тунеядстве, как-то среди населения отклик пошел? Ну, первый барометр, который говорит об этом, это количество ставших на биржу труда, говорит о том, что люди делают это своевременно. Это вот первая цифра, увеличение сегодня количества людей, которые обратились за помощью в трудоустройстве, значит, службу занятости, говорит о том, что тот, кто не деклассирован, тот, который еще не опустился на социальное дно, тот, который желает заниматься общественно полезным трудом, у которого может быть какой-то бизнес, который надо легализоваться. Вот они сегодня идут и регистрируются, сегодня они идут и регистрируются и в налоговые органы, и органы службы занятости, вот. Ну, а в правоохранительном органах мы видим свою роль, дабы призвать к ответу и заставить работать тех людей, которые, ну, деклассировались, которые сегодня опустились на социальное дно, которые спились сегодня, вот, и живут неправедными заработками. Вот здесь мы видим свою роль, хотя уже определенная категория людей, вот, по 18-му декрету, это родители, которые, дети которых находятся на попечении государства и которые должны платить государство, возмещать расходы потраченные, вот, уже сегодня выработана система мер, чтобы этих людей вернуть к труду, обучить тем или иным профессиям и обязать их работать и отрабатывать те деньги, которые затратило государство на их детей. Виктор Николаевич, сегодня, наверное, наибольший интерес со стороны населения, что касается деятельности правоохранительных прокуратур, вызывает именно коррупционное преступление. И вот не наблюдается ли какой-то сплеск в прессе? Так или иначе появляются материалы задержаний, там, особенно в исполнительной власти. С чем это связано? Ну, хочу сказать, что коррупционное преступление носит латентный, скрытый характер. И то, что мы видим в статистике, это еще не отражает тот порядок вещей, которые у нас существуют. Здесь прямая зависимость эффективности работы правоохранительных органов, прежде всего оперативных служб, чтобы разоблачить коррупционеров. Те громкие уголовные дела, которые сегодня, невзирая на должности, невзирая на личности, возбуждены, доведены до суда. И вы сами знаете, высокопоставленные чиновники, в том числе и бывший начальник управления финансового, предстали перед судом. И бывший начальник землеустроительной службы, горе с полкома. К сожалению, ржает и коррупционно поражает и правоохранительные органы, тех людей, которые носят погоны. Как правило, соблазну поддаются те, которые, чиновники, которые властно распоряжаться бюджетными деньгами, которые сегодня решают, кто победил в том или ином тендере, которые сегодня отвечают за расчеты между поставщиками, покупателями и те чиновники, которые разрешить или не разрешить. Принимают решение. Когда есть запретительные меры и когда кто-то это решает. Иногда просто людей провоцируют на дачу взяток. И если гражданин, которого спровоцировали на дачу взятки, приходит, заявляет об этом в правоохранительные органы, он освобождается от уголовной ответственности. Но мне кажется, больше всего сегодня вызывает беспокойство. И здесь мы должны работать и с населением, и с администрациями тех учреждений. Это так называемые мелкие поборы, это коробка конфет, это 50 долларов, которые бабушка несет в больницу. Есть же мнение, что что-то разрешено. Пять базовых величин гражданский кодекс разрешает в качестве подарка брать или принимать врачам и педагогам. Но опять же, если это благодарность за какую-то удачно приведенную операцию, если это благодарность по окончанию учебы за то, что вот ребенок получил отличный аттестат, и учителя приложили к этому старание, ради бога. Но если эти родители несут энное количество долларов педагогу за то, что тот выставит положительную оценку, извините, это криминал. Какая бы сумма тут не фигурировала, это является взятка, и за это несут уголовную ответственность как тот, который дает взятку, так и тот, кто ее принимает. То же самое и в отношении врачей. Если несется взятка за то, что на УЗИ без очереди человека посмотрят, на УЗИ без очереди я беру с конкретных уголовных дел, и за это 50 долларов дают доктору, ну извините, это взято. Или приходят к доктору и просят, хотя к этому никаких симптомов нету, и болезни никакой нету, вы пишите мне больничный листок, а я вас за это отблагодарю. Извините, это криминал, и за это предусмотрена уголовная ответственность. А сегодня, видите, как сегодня и врачей, и где-то учителей уже приучили к тому, что иначе они просто не будут делать. Вот люди сами, может быть, даже и врач не провоцируют на это, да? Ну, сами принесли, ну, добро глядел, да, как у нас говорится. Я хочу сказать, что, может быть, это даже не в области юриспруденции, а в области психологии людей наших. И показывают вот последние исследования информационно-ноалитического центра при администрации президента. Для нашей области самая коррумпированная и подверженная коррупции система – это система здравоохранения. И тому подтверждение, вот моя точка зрения, пока мы вот не искореним такое отношение наших людей к тем врачам, к которым они обращаются, мы, наверное, будем постоянно в этих рейтингах. Поэтому еще раз говорю, сегодня и администрациями учреждения здравоохранения, а был у нас серьезный разговор в прошлом году. Мы приглашали всех руководителей главных врачей медицинских учреждений, где на конкретных примерах мы разложили ситуацию и показывали, к чему это приводит. Иногда медучреждение теряет хороших хирургов, хороших анестезиологов и других специалистов узких профессий только вот по этой причине. А еще я вам скажу, ну и вы знаете, наверное, мнение, какая проблема найти коррупционера. Надо подъехать за город и увидеть коттеджи, да, и спросить, за какие деньги, если это чиновники имеют этот коттедж, что ты его построил. Вот сегодня, насколько я знаю, очень будет отчетность всех, кто работает в исполнительной власти, за год там своих доходов. Это как раз тема прокуратуры, потому что к 1 марта все госслужащие заполняют декларацию. В дальнейшем кадровые службы или правоохранительные органы имеют право перепроверить достоверность данных изложенных. И, как вы говорите, если у нас появилось мнение, что человек живет не по средствам, то мы этому гражданину, как вы говорите, коттедж или дорогостоящая машина, мы можем предложить ему отчитаться, за какие средства она приобретена. И если гражданин не докажет существование той или иной суммы, то сегодня у прокурора есть право, разница между той суммой, которой на недвижимость обладает гражданин и той суммой, которую он подтвердил своими доходами. Эту разницу мы можем обратиться в суд, и суд эту разницу может взыскать в доход государства. Вот. Это новинка, которая предусмотрена новой редакцией закона о борьбе с коррупцией. Действует она с 26 февраля. Она соответствует мировым стандартам, это норма закона. Пока еще мы эту норму не проверяли, но мы сейчас проверили ряд исполнительных комитетов и других государственных организаций и столкнулись с фактами, когда или преднамеренно, или по забывчивости наши граждане не отразили ту или иную недвижимость. Поэтому мы проводим на этот счет проверки, но ее результаты по факту скажут. Вот и Ивичский район, председатель, не успеет. Человек должен занимать, уже дома строят. Действительно, действительно. Я хочу сказать, что люди все видят. Особенно в маленьком районе они все замечают. Вот все это на виду, и от людского глаза не спрячешь, что называется. Не говоря уже о правоохранителе. Сегодня, наверное, особое беспокойство и у вас, как и у прокурора области, и в целом прокуратуры, и правоохранительных органов вызывает преступления в молодежной среде, особенно связанное с наркотиками. Вот что здесь у нас творится? Может, это не очень подходящее слово, что происходит? И есть какое-то увеличение количества преступлений в этой среде? Действительно, прошлый год впервые за пять лет нам показал, что у нас наблюдается рост преступности несовершеннолетних. Мы ожидали этот рост. Мы не сидели сложа руки. И где-то со второй половины 2015 года мы возглавили вот ту профилактическую работу среди несовершеннолетних. Она касается прежде всего нас несовершеннолетних, совершает кражи, наркотики, незаконный оборот наркотиков, угоны и ряд других преступлений. И мы провели вот такую мозговую атаку на всех уровнях. Это касается и школьных психологов, классных руководителей, директоров школ, родителей. Мы на родительских собраниях тоже заострили эти темы. Более того, это было предметом рассмотрения комиссии по делам несовершеннолетних в каждом районе, областной комиссии по делам несовершеннолетних. И, наконец, заседание областного исполнительного комитета в прошлом месяце было посвящено именно профилактике детской преступности. И, как результат, на 1 апреля текущего года у нас наполовину снизилась преступность среди несовершеннолетних. Что касается больной темы несовершеннолетней наркотики, наверное, законодатель не зря уменьшил срок, с которого не привлекается к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. И я, посещая в прошлом месяце наш следственный изолятор, тюрьму номер один, увидел молодых людей в 14, 15, 16 лет, которые уже предстали перед судом, получили сроки наказания 8 и более лет лишения свободы, которые изображают из себя храбрецов, бодрячков и так далее, но они не понимают, что впереди 8 лет за решеткой, 8 лет вычеркнутых из молодой жизни. И каково им будет там? Где-то по-человечески и жаль этих молодых людей, вот, что они оступились, что где-то взрослые родители, ни учителя не оказались рядом, не помогли им, вот, а сегодня мы с них спрашиваем почти как со взрослых. И я хочу сказать, что норовоучения сегодня до молодежи не доходят. Надо сегодня работать с молодежью на их языке. Когда придут студенты мединститута в аудиторию ПТУшникам и начнут им рассказывать, вчерашние сверстники, и начнут им рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо, это будет, наверное, более для них доходчиво. Мы практиковали в прошлом году, когда прямо в аудитории среди коллектива учащихся того или иного профтехучилища, здесь Гродно, мы брали под стражу их сверстников, которые уже за сбытый хранение наркотиков засветились, то, когда присутствующие в зале видели такое, я думаю, это заставляло их задуматься. А кто вот у этих молодых людей родители? Это родители, ну, нормальные или где-то они упустили? А вы знаете, 50 на 50. Есть вполне благополучные семьи, есть вполне нормальные родители, есть выпускники элитных наших гимназий в городе Гродно, вот, а не только в семье, где воспитывает мать одна ребенка, в семье, где родители пьют, ничего подобного. Как раз-таки мы сегодня заостряем вопрос на том, что мало где-то уделяется внимания молодым людям, которые сегодня вот связались с наркотиками, и сегодня родители не интересуются, что у них на сайте в ихнем компьютере. Нам стоило, вот в Красносельской школе в прошлом году был осужден молодой человек, полгода за которым наблюдали педагоги, видели, что он употребляет наркотики, а было по нем видно, и никуда не сообщили. Стоило нам просто выйти в интернет, на его страничке в одноклассниках, увидеть, чем он интересуется, а интересуется спайсами. И все стало понятно. Вопрос, а почему не поинтересовались учителя? А почему педагоги не поинтересовались? Почему родители не интересуются в чем? А сегодня дети черпают информацию с интернета. И мы сегодня призываем школьных психологов, классных руководителей, чтобы выходили на странички своих детей, своих подопечных, и смотрели, чем у них занята голова, чем они интересуются, что их волнует. А еще вот смотрите, эти соцсети порождают и такое, как суициды. У нас же и количество суицидов, особенно среди молодых людей, тоже не уменьшается. Там или где-то нажим со стороны учителей, родителей по учебе, да и вот психологически уже молодой человек или девушка сломлен. Этот синдром, психологи там знают его название, начну издалека, молодого человека призывают в армию, он сталкивается с какими-то трудностями, он совершенно не приспособлен. Потому что до 18 лет он просидел за компьютером, друзей у него не было в живом разговоре, чтобы он с ними общался, а он только по интернету. Он к 18 годам, а иногда и к 20 и более, даже с девушкой не познакомился, потому что это надо иметь какую-то смелость. И вот он сталкивается с какими-то трудностями в реальной жизни, а потом, как вы говорите, появляются и суициды, и депрессии, и другие психические заболевания. Потому что целое поколение сегодня растет детей, которые смотрят на мир через монитор компьютера. И они не приспособлены к жизни. Поэтому вот и здесь мы тоже должны видеть задачу и педагогическое коллективо, и родители, чтобы дети все-таки на мир смотрели, на реальный мир смотрели, были приспособлены к будущим каким-то трудностям, которые их ожидают. Это объективная ситуация, и она, что касается общения с компьютерами, она отражается и на людей, которые идут в армию. Вы сейчас и функции военной прокуратуры тоже исполняете, видите, кто там. И не секрет, все-таки, те вот отблески советской армии и сейчас местами проявляются и у нас. Ну вот этот пример, который я вам привел, когда молодого человека с высшим образованием, призвали в армию, оторвали, что называется, от компьютера. И когда на него командир чуть-чуть повысил голос, он пошел, напился какой-то химической жидкости и чуть ли не свел счеты с жизнью. Ну, слава богу, медики промыли ему желудок, он сегодня здравствует и так далее. Вот этот молодой человек свои 21 год, он даже смелости не набрался, чтобы с девушкой познакомиться. Столкнулся с какими-то, еще раз говорю, первыми жизненными трудностями, и вот результат. Поэтому, я думаю, это вот символично, и еще раз говорю, здесь работа не только правоохранителей, психологов, но и наших молодежных организаций надо все-таки... А как вы вот смотрите на последний эпизод, когда вот этот молодой человек убил своего брата и чуть мать, и просили, по-моему, 15 лет лишения свободы, что это? Вот сегодня состоялся приговор, мы долго обсуждали, кстати, не правовые аспекты, а пытались нарисовать психологический портрет этого молодого человека. Потому как и на следствии, и в суде, педагоги, одноклассники, друзья, в один голос говорят, не без таланта, в общественной жизни участвовал, нормально учился, и везде со всеми приветливый, общительный, и так далее, и так далее. Но обратная сторона психологического портрета этого молодого человека это вспыльчивость, это мы считаем, он недополучил внимание в семье, поскольку отчим его воспитывал, ему казалось, что где-то он в каких-то вопросах обделен, и уже первый звонок прозвенел, ведь на него уже был составлен протокол за распитие спиртных напитков, на него уже был наложен штраф, вот, уже первый звоночек прозвенел, но никто на него не обратил внимания, поэтому есть заключение психолого-психиатрической экспертизы стационарной, которая гласит о том, что молодой человек вменяемый, он осознавал, осознавал те действия, которые совершает, и отдавал отчет своим поступкам, и дальнейшие действия этого молодого человека, когда он хладнокровно облил водкой квартиру, поджег, когда он хладнокровно закрыл квартиру, потом пошел общаться с друзьями, и первое, что его интересовало, ему надо был компьютер, ему надо было социальные сети, ему надо было общение через интернет, вот первое, что он о чем заговорил, когда встретился со своими друзьями, поэтому я к тому, что срок вот этот, он адекватен, получается, это максимальное наказание, которое сегодня законодатель предусматривает для несовершеннолетних, наш законодатель и в советское время и сейчас не предусматривает высшую меру наказания, смертную казнь, для несовершеннолетних, хотя в некоторых штатах США она существует и для женщин, и для несовершеннолетних, если уж говорить о каждом штате свои законы, это к вопросу вот о том, быть или не быть в Беларуси смертной казнью, вот, но такое жесточайшее преступление, которое имело вот такой резонанс, резонанс на всю страну, еще раз говорю, здесь, наверное, психологи должны выстроить поведенческое настроение этого молодого человека, почему такое случилось. Виктор Николаевич, может, немножко другой аспект, мы живем в глобальном мире и смотрим, что происходит вокруг и, в общем-то, уже не просто поднимает голову, а уже нормально, голова уже это на устойчивой шее, что называется, экстремизм, я об этом говорю, вот, есть ли опасения того, что мы можем с этим столкнуться здесь, как ваше видение, и все ли делается для того, чтобы не допустить. проблему видим, проблему прогнозируем, нам сегодня вызывает беспокойство, я имею в виду правоохранителям, поведение тех же болельщиков. Вы, наверное, читали статьи в Советской Белоруссии, знаете и по телевидению, и по пишущей прессе о поведении наших болельщиков во время матча с Украиной во Львове и на белорусских стадионах, когда сборная выступала. Есть у нас ряд болельщиков, правда, немногочисленных в Гродинской области, которые участвовали в этих мероприятиях, но иначе, как экстремизмом, я бы их поведение не назвал. Понятно, что молодому поколению надо где-то себя проявить, вот, но проявлять надо по-разному. Вы посмотрите, вчера, позавчера, европейские кубки, вы посмотрите, что европейские стадионы, они забиты полностью болельщиками, да, и взрослыми, и детьми, и семьями приходят. Там праздник жизни, радость, огорчение, и все те эмоции, которые нас посещают, когда мы приходим вот на зрелищное мероприятие, я бы, как председатель Федерации футбола области, именно так и назвал это. Но есть категория молодых людей, которых тянет на подвиги, вот такого рода, зажигать фаеры, делать какие-то, кричать какие-то лозунги, привлекать к себе внимание, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня в футбольном клубе Неман есть специалисты, которые работают с болельщиками, есть группа со стороны болельщиков, которые, ну, цементируют, скажем так, движение болельщиков, и на позитивы воспитывает их, вот, я думаю, за Гродненскую область можно быть спокойным. Но это не говорит о том, Это не только же болельщики, экстремизм, это не только... Безусловно, конечно. Безусловно. Ну, вы же видите, в интернете есть категория молодых людей, которые поехали на Украину, солдаты удачи, так называемые, или по ту сторону воюют, или по эту сторону. Есть списки этих людей. нам не безразлично с каким настроением и с какими намерениями эти люди вернутся в Беларусь. Люди, которые поддержали оружие, да? Поэтому сегодня мы ситуацию отслеживаем. Если кто-то из них заявит себя как экстремист, а у нас сегодня в парламенте по наемничеству обсуждается законопроект, если они тоже будут заподозрены в этих преступлениях, то, конечно же, будут возбуждены уголовные дела по приезду на территорию Республики Беларусь. Естественно, мы сквозь пальцы на эту ситуацию смотреть не будем. То, что некоторые статьи можно перевести как бы в разряд административных, это действительно так? Вот как вы видите эту ситуацию? За три месяца текущего года мы наблюдаем небольшой рост преступности. На 64 преступления у нас совершено в области больше, чем в прошлом году. Я считаю, что эта цифра не отражает реального положения дел, и где-то у нас надуманная преступность. Сегодня, например, возбуждается уголовные дела, когда наши граждане завозят за пределы в Республике серебряные, золотые изделия, продают помимо торговой сети. И по каждому факту такой продажи возбуждается уголовное дело. и получается, что если человек привез 16 цепочек, продал 16 гражданам, возбуждается 16 уголовных дел. Вот у нас 40 уголовных дел такого рода возбуждено за три месяца. Я считаю, что пора законодателю декриминализировать данную статью, перевести ее в разряд административно наказуемых, предусмотреть за это штраф, вот, и таким образом регулировать вот такие экономические правоотношения, которые складываются. я бы перевел в разряд административно наказуемых, и молодежь об этом, наверное, даже и не подозревает, что если сегодня молодой человек с одного мобильного телефона на другой мобильный телефон перебросит обнаженную натуру с элементами порнографии, все, это состав преступления. Если молодой человек скачал порнографию и разместил на своем сайте, а сайт доступен всем остальным, которые могут заходить на него и смотреть эту порнографию, это состав преступления. У нас порядка 40 таких преступлений с начала года, и молодые люди, в основном 20 с чем-то лет, вот, оказываются на скамье подсудимых. То, что касается педофилии, здесь я сторонник строгих мер и так далее, но вот за подобные вещи можно было бы перевести в разряд административно наказуемых и предусматривать для этих молодых людей штрафы, ну, чтобы они не баловались такими делами. Из этого вытекает еще одна проблема, о которой вы достаточно часто говорите. Из тюрем выходят люди и они становятся не социализированными. То есть, вот эта проблема трудоустройства и адаптации в обществе, наверное, она существует и достаточно остро. На заседании областного исполнительного комитета я поднимал эту тему, когда обсуждались вопросы занятости населения. Сегодня наша исправительная система, она такова, что те лица, которые длительный срок наказания отбывают, они же в местах лишения свободы и профессию получают. У нас в 11-й колонии Волковыцкий есть профтехучилища, где готовят сварщиков, трактористов, достаточно востребованных профессий. В ЛТП у нас в Новогрудке готовят штукатуру, готовят облицовочников и выходят на свободу с корочками и могут идти в любую организацию работать. Но как только узнает наниматель о том, что это лицо отбывало наказание, старается от него избавиться. Поэтому сегодня исполнительные комитеты для таких граждан обязаны бронировать рабочие места, чтобы они по выходу из мест лишения свободы были трудоустроены и не сели обратно на скамью подсудимых, если у них не будет работы и не будет за что жить. А в тюрьмах у нас много людей, вот по Гронинской области стало больше, может это закрытая информация или нет? Это не закрытая информация. Сегодня лимит, тот, который определен для закрытых учреждений, это тюрьма номер один, одиннадцатая колония, гезголы колонии, поселения, не превышает допустимого, то есть перенаселенности, скажем так, мест лишения свободы у нас нету, в том штатном режиме, в котором предусмотрено законодателем, мы работаем, это говорит о том, что у нас карательная практика судов, связанная с назначением наказания лишением свободы, она взвешена и отвечает сегодняшнему дню. Сейчас многие обсуждают в СМИ в общем-то вот новые вот эти законодательные инициативы по повышению пенсионного возраста, как вы реагируете на такие моменты, ваше мнение какое относительно вот этого повышения и если провести сравнительные какие-то характеристики в советские системы пенсионного обеспечения сейчас? Уместный вопрос, потому что моя первая профессия это соцработник. В 1979 году по окончанию Черниговского юридического техникума я работал два года в отделе социальной защиты Фрундинского района города Харькова. Назначал пенсии и так далее. Вы знаете, и в советское время было много несправедливости. Когда в 79 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о возможности значит складывать стаж колхозника и рабочего когда приходили ко мне пожилые люди которые 15 лет отработали в колхозе и 15 лет отработали на заводе и не имели никакой пенсии поскольку 20 лет надо было и только после 79 года стало возможным приплесовывать эти стажи но люди плакали поскольку они наконец получили пенсию и справедливость восторжествовала и получали пенсию аж 18 рублей. поэтому я считаю что сегодняшнее наше пенсионное законодательство оно соответствует европейским требованиям оно сегодня не идет в разрез вот с той демографической ситуацией которая есть и тот указ президента который подписан на днях ну а чисто по-житейски я вспоминаю своих родителей в таком возрасте как мне вот мне 56 лет будет 9 июля и хочу сказать что они гораздо хуже выглядели вот в моем возрасте почему потому что поколение моих родителей оно пережило великую отчетственную войну оно пережило послевоенные голодные годы они пережили они оба были рабочими они пережили тяжелый труд на предприятиях а вы знаете было много физического труда ЭВМ не было как потом появились поэтому конечно уже подходя к 55 и к 60 годам ну они уже были старики сегодня при той автоматизации сегодня при том режиме работы при той системе оздоровления и так далее и так далее но все-таки наши люди выглядят вот мое поколение во всяком случае выглядят лучше по сравнению с поколением наших отцов и матерей поэтому я считаю уместным вот повышение сегодня пенсионного возраста именно поэтапно как предлагает президент Игорь Николаевич вы кроме того что прокурор Гройнской области но и председатель федерации областной футбол почему футбол почему не борьба вот то что соответствует силовым ведомствам может быть какой-то бокс там или что-то еще почему футбол в советское время мне довелось видеть лучших футболистов советского союза на стадионах города Киева на стадионах города Харькова города Одессы вы помните какие были клубы Динамо Киев Спартак Блохин Колотов Рудаков Мунтиан и так далее и я воспитан на лучших традициях советского футбола конечно участвовал в любительском футболе играл в любительском футболе и с теми ну скажем так принципами которыми вот я воспитался на большом футболе когда я приехал в Гродно и ну оценивал уровень игры нашей команды оценивал уровень массового футбола детского и юношеского футбола конечно это осталось незамеченным не незамеченным и губернатор на тот момент в нашей области Шапира Семен Борисович предложил мне возглавить как неравнодушному человеку предложил возглавить федерацию футбола и я сегодня всей душой и сердцем болею за гродинский футбол и однажды когда я очень скажем так ну эмоционально переживал за нашу команду один футбольный функционер успокоил меня и сказал и этого принципа я сегодня придерживаюсь не беспокойся будет результат главное развивайте детско-юношеский футбол будете открывать молодые таланты будут у вас звезды будет у вас хорошая команда поэтому сегодня федерация футбола вот основа основ нашей работы это развитие массового футбола развитие детско-юношеского футбола ну чтобы гуренки гуренки советские рождались и приходили сегодня пополняли наши клубы и чтобы мы ими сегодня гордились их спортивными результатами вы сказали вы неравнодушный человек к чему вы еще неравнодушны кроме футбола скажем так что может у вас вызвать ну какое-то чувство я не знаю умиления сочувствия может быть фильмы книги я давно и плотно интересуюсь у меня есть очень хорошая библиотека исторической литературы историческим прошлым нашей страны и ты смотришь на историю глазами тех людей которые делали эту историю начинаешь понимать лучше современность заглядывая в историю мы сегодня достаточно уже умудренные жизненным опытом люди чтобы трезво оценивать то что было в прошлом нашей страны вот и еще раз говорю коль уже речь зашла о советской действительности то сегодня многое можно и с идеологией взять и с воспитания нашего молодого поколения взять оттуда с той действительности которая нас когда-то воспитала было очень много хорошего и в комсомоле когда мы были было очень много и в студенческой среде и те же строительные отряды и сегодня востребованы поэтому вот наверное главная моя страсть это история а Гродненщина это открытая историческая книга в любой уголок вы постигаете еще в любой уголок приезжаешь и не перестаешь удивляться вот той историей которая связана с теми или иными лицами историческими поэтами писателями религиозными деятелями поэтому это кстати и участок надзора прокурорского охрана историко-культурного наследия этому мы тоже посвящаем и посвящали и посвящаем темы которые при общественном совете который создан при прокуроре области мы именно пропускаем через общественный совет чтобы люди нас услышали чтобы общественность нас услышала поскольку есть такие вопросы которые надо вынести на общественное слушание и узнать реакцию общества следующий общественный совет мы хотим посвящить распространению ВИЧ-инфекции СПИДа на территории нашей области вроде бы мы здесь забегая наперед хочу сказать не впереди республики других областей но то что мы об этой проблеме не говорим не говорит о том что мы решили эту проблему нельзя замалчивать те процессы которые мы сегодня наблюдаем а мы за последние месяцы возбудили несколько уголовных дел связанных с умышленным заражением ВИЧ-инфекцией это тревожный симптом мы видим где мы недорабатываем ну и хотим заручиться общественным мнением как общество сегодня относится к этим лицам у нас будет тема ВИЧ-инфекция в закрытых учреждениях мы сейчас закончили изучение и роль медицинской службы в наших колониях где находится ВИЧ-инфицированная вот есть у нас о чем сказать эти люди которые выходят с закрытых учреждений на свободу они должны попадать под контроль медицинских органов здесь мы тоже видим есть о чем говорить поэтому где-то в конце месяца мы намерены провести общественный совет Виктор Неградович а как возникают темы часто читаешь на сайте прокуратура Гродинской области проверила о наличии каких-то веществ в воде как возникает тот или иной вопрос который вы осуществляете проверки очень правильно сказали мы проводим мониторинг средств массовой информации мониторинг обращений граждан но и те документы которые ложатся на стол прокурору тех или иных контролирующих органов тоже говорят о каких-то процессах в обществе да одно из заседаний нашего общественного совета было посвящено теме такой деликатной теме когда несовершеннолетние становятся жертвами сексуальных преступлений как раз таки вот и прессе отмечается что мы единственная область которая не замалчивает эту проблему и те процессы громкие которые прошли и длительное лишение свободы педофилы получили мы тоже однороды поэтому я еще раз говорю вот для этого мы общественные советы и проводим общество подняло проблему мы обществу показали пути ее решения сегодня смотришь вот на ситуацию на Украине особенно в прокуратуре там появляются и заезжие прокуроры откуда-то из Грузии оттуда вот как-то я не очень проецирую на нашу прокуратуру у нас наверное ну таких ситуаций и быть не может есть закон о прокуратуре о том что прокурорским работником может быть только гражданин республики Беларусь это это главное условие и я думаю за те 25 лет существования республики Беларусь мы воспитали целое поколение выучили и воспитали целое поколение прокуроров которые верой и правдой сегодня служат закону верой и правдой служат своему народу которые плоть от плоти выходцы с нашего народа вот и те прокуроры которые сегодня принимают решения и решают судьбы людей они обращаются не только к закону но и к справедливости и к той действительности которая у нас сегодня в обществе а как сегодня вот как вы видите сегодня обстановку в обществе есть определенная напряженность или ситуация ровная и собственно будет все замечательно и хорошо у нас во-первых барометр преступности это прежде всего экономика если в экономике случаются какие-то негативные процессы они потом влекут безработицу они влекут потом ну люди предоставлены сами себе и когда люди не заняты общественным полезным трудом они идут на совершение краж и других преступлений поэтому нам понятна беспокойность главы государства который говорит о том что сегодня главная тема как бы мы вот с этого с этой экономической ситуации не вышли но мы должны сохранить рабочие места мы должны открыть новые рабочие места и вот это главное наверное сегодня ну и то что глава государства сегодня определяет две категории граждан которых мы должны поддержать я имею ввиду и прокуроров это пожилые люди и несовершеннолетние те которые сталкиваются с какими-то определенными трудностями социальными экономическими и которых которые мы просто обязаны помочь ну и в завершение наверное Виктор Николаевич Гродинская область для вас стала родным краем каждое утро у меня начинается с пешим ходом прогулка по городу Гродно из дому на работу это я затрачиваю 40 минут и как раз время для того чтобы поразмыслить над теми текущими делами которые ждут меня на работе время для того чтобы посмотреть какая пора года на улице вот посмотреть с каким настроением наши люди идут на работу это тоже их лица выражают если улыбка на лице люди идут желанием на работу значит все в порядке в обществе это дает возможность посмотреть на те исторические ценности которые нас окружают в каком состоянии и нет ли основания для вмешательства прокурора если касается охраны историко-культурного наследия поэтому 8 лет прошло небеследно я прикипел душой и телом к нашей Гродинской земле вот здесь довольно-таки комфортно и уютно живется нашим гражданам спокойно и для молодежи и для людей среднего возраста и для наших ветеранов но отношения власти вы тоже видите поэтому Европа рядом никто сегодня не чинит препятствий посещать с туристическими целями близлежащее государство поэтому мы себя чувствуем в центре Европы чувствуем что мы где-то вот один из лучших регионов Республики Беларусь спасибо спасибо вам субтитры